Привет всем мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Я сразу хочу извиниться за качество звука, потому что записываюсь на специальный петличный микрофон для айфона и качество у него далеко не самое лучшее, но и по соотношению цена-качество он очень приемлемый даже. Я, наверное, про него сниму отдельный видеоролик. И сегодня быстренько поговорим о том, что я собираюсь снимать дальше. Я скоро выпущу спецпроект ТОП-10 функций секретных программ Steam и онлайн-магазина Steam. И сегодня, просто продолжая эту тематику, расскажу о том, как запустить совершенно любую игру с помощью геймпада. Пускай это будет геймпад Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, либо любые другие, которые поддерживают технологию X-Input. То есть вы это всегда можете посмотреть на коробочке с геймпадом, поддерживает ли он этот протокол. Итак, давайте посмотрим. Библиотека Steam. Здесь все мои игры. Давайте посмотрим те, которые установлены локально именно на этом компьютере. И вот смотрите. Сейчас мы посмотрим на игрушку Reason. Первая, вторая часть. Я как раз сейчас прохожу. Первую уже прошел. Итак, Reason. И вот смотрите. Допустим. Сейчас покажу. Вот Reason. Saints Row. Обратите внимание, на Saints Row стоит логотип геймпада и получается зеленый значок галочки, что данная игра полностью поддерживает работу с геймпадом. То же самое касается Shadow Warrior. Получается игрушка Section 8 Prejuice написана клавиатура, но она также поддерживает геймпад. И вот игры Reason. Да, игры серии Reason. Они выходили на Xbox 360. Я проходил на Xbox. Вот. Сейчас перепроходил только уже за дона. До этого проходил за инквизицию. Наиграл 47 часов. И мне на клавиатуре с вышкой неудобно играть. Это во-первых. Во-вторых, я сейчас с компьютера пройти не могу. Те, кто в курсе, чем я болею, они знают. И я играю на домашнем кинотеатре с геймпадом. То есть мне все игры надо запускать с геймпада. И в свое время, ну вообще гейб, он постоянно продвигает технологию домашнего, получается, ПК-гейминга. То есть в каждой гостиной должен быть компьютер. Поэтому они изобрели свой геймпад, который называется Steam Controller. Вот мы видим здесь даже в настройках есть отдельная вкладочка Steam Controller. Его основная цель это заменить собой клавиатуру и мышь. То есть чтобы в игры, в которые удобно играть с клавиатурой и мышкой, вот допустим Warcraft 3, либо Starcraft, вот чтобы в них можно было играть на геймпаде. И лучше, конечно, играть на Steam Controller, потому что там правый стик, это по сути тачпад. Но также поддерживается официально контроллер Xbox One, которым пользуюсь я, контроллер PlayStation 4 и Xbox 360. Также при желании через встроенную утилиту Steam вы можете любой геймпад с технологией X-Input также адаптировать для того, чтобы с его помощью можно было запускать любые игры. И вот смотрите, сейчас мы запустим игрушку RISM. И я уже, в принципе, как вы поняли, сижу с геймпадом. То есть я вам покажу, как переназначить клавиши. Это первое, то есть ПК-клавиши под геймпад. Второе, как загрузить готовую настройку, то есть если вы не хотите сами заморачиваться, и вам проще взять то, что предлагает сообщество Steam. Вот. Но, в принципе, итак, давайте пропустим все это. Продолжить игру, скорее всего, не получится. Или получится? Да, получится, но я просто уже все сохранился в самом конце с Титаном. И сейчас я прохожу вторую часть. И на геймпаде очень удобно играть. Просто я не знаю, почему так делают разработчики, что, допустим, Mass Effect или Oblivion на Xbox прекрасно играются с геймпада, а на ПК они взяли, короче, изобили функцию геймпада, то есть нет ни обратной связи. А, не, момент. Это момент-момент. Я все-таки поторопился. Давайте возьмем второй сейф. Вот второй сейф. Это, по-моему, перед боем с инквизитором. Я вам покажу, как все настроить. Вот. Ну, я сделал стандартную раскладку. То есть я хожу через левый стик, обзор у меня правый стик, чувствительность, двойные нажатия, удержания. Все это настраивается. Вот, к примеру, допустим, свет. Это крестовина вправо. Если я буду удерживать крестовину влево, то это зелье. То есть, ну, все это очень удобно. Это поначалу кажется, как так играть. Но на самом деле в Stalker, во что я еще играл. Ну, вот Stalker, Risen, StarCraft, WarCraft. Вообще без проблем на геймпаде. И давайте пройдем в настройки управления. И нам, собственно, нужно просто видеть вот эти вот кнопки. То есть, WASD, Space Прыжок, Control, Красный и прочее-прочее. Жмем на кнопочку Xbox, либо на кнопочку PS, то есть, ну, на центральную кнопочку, которая у вас вызывает наложение Steam. Заходим в настройки управления. Мы видим, что автор Владимир Точкополников, Risen 1, это моя специальная настройка под первую часть Ризена. То есть, под вторую у меня другая. Я ее собрал сам. Заходим в конфигурацию. И вот смотрите, что предлагается сообществу. А Steam прекрасно понимает, когда вы подключаете контроллер Xbox One, либо Xbox 360, либо PlayStation 4, потому что здесь картинка геймпада меняется. То есть, сейчас Xbox One. И если я не хочу настраивать сам, то я просто жму на X конфигурации и вижу, что под мой геймпад мне предлагает сообщество. То есть, сообщество, это такие же игроки, как и я, которые, допустим, вот парень наиграл 39 часов 44 минуты со своими настройками. Я могу их посмотреть. То есть, мы загружаем его профиль и видим, что у него Y это Enter, X это левая клавиша мыши. То есть, ему удобнее драться, получается, на буквенных клавишах A, B, X, Y. Но мне, например, удобнее драться с помощью триггеров. А, ну, кстати, у него, да, тоже курки, триггеры. Вот. Можно посмотреть, что предлагает другой парень. И здесь мы видим, подпись есть. Flashlight, Reload. Этот парень, кстати, даже не заморачивался и стандартные надписи не поменял. Вот. Можем посмотреть под другие контроллеры. То есть, к примеру, под Steam контроллер. В правом нижнем уголке пишется, под какой контроллер заточено управление. Парень наиграл вообще 1610 часов. У него 120 голосов. То есть, у него замечательный просто, ну, замечательный пресет. Другой парень наиграл 185 часов почти, что 50 голосов. Мы видим Steam контроллер. Вот. Под Xbox One. Под Xbox 360 контроллер. Xbox 360. Под Steam контроллер. И под контроллер PlayStation 4. Почему только под эти контроллеры? Потому что вот эти три геймпада, которые я перечислил, они официально поддерживаются Steam. Но при желании вы можете подключить и сторонние. Потому что в настройках клиента Steam есть такой раздел, как настройка X-input контроллера, как, допустим, Xbox 360. И во всех играх у вас будет имитироваться контроллер от Xbox. То есть, это делается в пару кликов. Есть саблоны. Это то, что сделал я. Под risen вторую часть, под risen первую часть. Под хитмана. Допустим, под игрушку Alien Swarm. Она вообще заточена только под клаву с мышкой. Но на геймпаде очень удобно играть. И, в принципе, как это делается? Ну, вот мой пресет. К примеру, я хочу сделать следующее. Клавиша меню. Давайте пройдем в настройки. Обычное нажатие у меня запускает действие Tab. Это открывается инвентарь. К примеру, двойное нажатие у меня запускается клавиша F10. То есть, у меня автоматически идет запись видео. То есть, если я хочу что-то заснять, я просто два раза жму на кнопочку меню на геймпаде. И у меня запускается Shadow Play и записывается видео. Или вот, к примеру, кнопочка Start. Обычное нажатие это Escape, это меню. Двойное нажатие делается скриншот. А долгое нажатие появляется клавиатура. То есть, тут даже, в принципе, если вот в стратегиях нужно как-то называть сохранение, то проблем никаких не вызывает. Вот, к примеру, сейчас мы попытаемся сохранить игру. И вот новый сейв, давайте назовем его, удерживаем, получается, старт. И у нас появляется клавиатура. И можно набирать текст. То, что здесь таких два лепестка, но это фишка Стима, то есть, так набирать сообщение на самом деле очень удобно. Поначалу вы привыкаете, а потом начинаете очень быстро чатиться с друзьями. То есть, так как Стим позволяет совершенно спокойно переписываться с людьми, то вот с этой клавиатуркой, я думаю, вы свыкнетесь очень быстро. Она же используется и в играх. То есть, если требуется даже вбивать текст, проблем никаких нет. Дальше. К примеру, правый стик я использую как клавишу Ctrl, для того, чтобы перейти в Stealth Mode. Вот, давайте посмотрим. Зажимаю правый стик, и главный герой перемещается очень медленно. Ну, то есть, для того, чтобы красть вещи, либо вскрывать замки. Но в оригинальной игре клавишу Ctrl нужно было удерживать. То есть, там, получается, не было такого режима переключателя, а вы просто удерживали Ctrl и двигались. На геймпаде правый стик долго удерживать будет неудобно. То есть, левый-то не всегда удобно бегать, да, Shift удерживать. А правый стик вообще неудобно. То есть, что мы тогда делаем? Мы заходим в настройки управления, выбираем правый стик, и вы смотрите, нажатие на правый стик отрабатывает действие левый Ctrl, но при всем при этом, если мы посмотрим, то у нас включен режим переключения. То есть, пока я повторно на правый стик не нажму, игра будет думать, что я удерживаю Ctrl. Вот. Более того, здесь мы видим, есть турбо-режим, цикличные действия, можно настраивать отдачу. Почему так много настроек? Потому что Steam Controller, оригинальный от Valve, который стоит там 8 тысяч, супер-геймпад я его называю, в нем очень много элементов управления, я просто считал, что действительно, ну, любую игру можно полностью настроить под себя, вплоть до того, что, как сильно вы давите на левый, допустим, стик, и как вы сильно давите на дальнюю область. То есть, там можно даже области по степеням нажатия, по степеням силы нажатия настроить на разные действия. Поэтому здесь очень много настроек, вот, допустим, нажатие на внешнем кольце, но у меня внешнего кольца нет, то есть, для меня эта опция недоступна. Можно также настроить чувствительность указателя. Вот. Это очень и очень здорово. И действительно, любую игру можно настроить под себя, то есть, вот, чтобы играть в удовольствие. И теперь я совершенно спокойно играю в зале на домашнем кинотеатре, мне не нужно идти там, чтобы играть в Сталкер за компьютером. Это была всегда проблема, что не очень-то удобно играть в тот же Сталкер на геймпаде, но Valve сделала все возможное, чтобы вот эту вот возможность реализовать. Ну и, в принципе, вся игра пройдена 47 часов на своих настройках. Я их, может, тоже был уже в сеть. То есть, ну, я очень доволен. Ну и, в принципе, это очень удобно. Двойные нажатия. Допустим, все клавиши 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Вот эта вот панелька быстрых действий, она полностью повешена на крестовину. То есть, делается это очень легко. Да, если вы посмотрите, у меня крестовина получается, ну, вот, все цифровые клавиши в себя включают. Просто там используются либо двойные нажатия, либо удержания. Вот. Ну, что еще могу сказать? Ну, вот такой вот ролик. То есть, я хочу рассказать, что у Steam куда больше секретных функций, о которых многие пользователи не знают. Вот как, допустим, возможность запускать все игры, любые игры с геймпада. Да, такая возможность есть. Причем, вы с помощью Steam также можете реализовать управление в Винде. То есть, к примеру, вы сворачиваете Steam. Ну, давайте я вам покажу, какие у меня есть Windows программы. Так, сейчас по Windows программы. Допустим, BitTorrent, Tor, Windows Internet Explorer, YouTube Uploader. Это программа, с помощью которой я этот ролик в интернет загружаю. Dropbox. То есть, мы видим, что все эти программы, они заточены под клавиатуру, соответственно, мышь. Но с помощью Steam контроллера под каждую конкретную программу можно настроить свое управление. То есть, чтобы я действительно с геймпада быстренько загрузил ролик. И, допустим, вместо мышки у меня использовался правый стик. Вместо левой клавиши мыши правый триггер, вместо правой, наоборот, левый триггер. И, пожалуйста, вы можете даже Windows управлять с помощью вашего геймпада. То есть, в принципе, к моему основному компьютеру, которым я сейчас пользуюсь, но который используется вот именно для Steam. Здесь ничего нету, кроме программы Steam и купленных в магазине игр. Это исключительно игровой компьютер, плюс я смотрю на нем 3D-фильмы и просто сериалы. Так вот, здесь один Steam позволяет мне реализовать все. Домашнюю трансляцию, допустим. Стриминг видео с другой комнаты, чтобы я здесь мог фильмы смотреть. Очень много чего может делать Steam. Я не знаю, почему Гейб как-то сильно на этом акцент не делает, но это, по сути, программа заменяет, ну, с десяток других программ. Я про это сниму ролик. От вас же я жду лайк. Я еще раз напоминаю, что я, наконец-то, вышел с больницы. То есть, я дома, сейчас буду записывать летсплей, работать активно над каналом. Мне нужна ваша поддержка. Пожалуйста, подпишитесь на оба моих канала. Я вам буду очень признателен. Пишите, какие вы знаете секретные плюшки Steam. Может, даже когда я буду делать глобальный выпуск, я найду и для себя что-то новенькое в ваших комментариях. Всем пока. До скорых встреч. Пользуйтесь только лучшим. С вами был Владимир. И напоминаю, что в библиотеку Steam это очень важно. В библиотеку Steam вы всегда можете добавить игры, которые не покупали в магазине Steam. То есть, все вот эти вот настройки, они также работают и со сторонними играми. То есть, если вы купили игру в Origin, либо в GOG, то есть Galaxy, то вы можете без проблем добавить игру в библиотеку Steam и также присвоить управление с геймпадом этой игре. То есть, поддерживаются любые .exe файлы. То есть, не обязательно игры, купленные в Steam, а .exe, то есть, берете любой .exe, закидываете и пожалуйста. И так можно делать не только с играми, но и программами. То есть, к примеру, у меня в избранном есть коди. То есть, когда я смотрю сериалы, когда я смотрю YouTube, я пользуюсь коди. И у меня также есть настройки под коди. То есть, без каких-либо проблем, пожалуйста, YouTube-клиент, смотрим мои подписки. Все работает, все очень здорово, и все это делается с геймпада. Поиск и прочее, прочее. Мои сериалы, мои фильмы. То есть, в этом плане Steam, ну действительно, для домашнего, именно для домашнего... Вот у меня компьютер используется как домашняя консоль. Вот в этом плане лучше Steam'а ничего еще нет. Да, заговорился, потому что давно не снимал ролики, по всем соскучился. Ставьте палец вверх. Пока, на всем прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова